Вы сейчас тоже употребляли спиртную? Нет. Ну как нет? Нет. Но это бывает очень редко. Вы даже на комиссию к нам пришли, и вы знали, что у вас такое ответственное мероприятие. Я до этого. Ну как до этого? Сотрудники же вышли, побеседовали с вами, и они установили, что вы спиртная коммерция. И мне понравился запах. Ну конечно. Да и состояние ваше. Вопросы, когда начнете исправляться и почему так сделали, уже стали рядовыми для комиссии по делам несовершеннолетних. Некоторые семьи стараются к советам прислушиваться. Но есть те, кто тянет до последнего предупреждения. И вы приходите в детский сад с ребенком в состоянии алкогольного опьянения. Вот это меня настораживает. Вопрос достаточно серьезный. Поэтому я призываю вас задуматься. Если вы не хотите, чтобы дети были забраны из вашей семьи, и вы были ограничены в родительских правах, давайте мы будем что-то делать. К единому решению в итоге пришли. Специалист предложил помощь психолога, на которую мама двоих детей согласилась. Направить на правильную дорожку и сделать так, чтобы родитель взялся за голову – победа детских правозащитников. По итогам 2022 года на профилактическом учете 52 социально опасные семьи. И кроме поведения родителей, комиссия следит и за условиями проживания семей. В совместный рейд с комиссией поехал и представитель МЧС, чтобы осмотреть квартиры социально неблагополучных семей на предмет пожарной безопасности. Мероприятие проводится довольно часто с комиссией по делам несовершеннолетних. Заранее составляется график и тем самым уже идем в так называемый рейд. Проводим его в целях профилактических мероприятий в жилом секторе. Что касаемо детей, а это отдельная категория, то за 2022 год с учета сняли десятерых из 43. Они зарекомендовали себя не только успехами в учебе, но активно участвовали и в общественной жизни. Правоохранители часто проводят для ребят и их родителей различные мероприятия. Мы не стараемся задаться целью снять семью либо несовершеннолетнего с профилактического учета, а все-таки провести исчерпывающий перечень всех необходимых мероприятий, чтобы семья несовершеннолетняя справилась и можно было спокойно, с чистой совестью снять этого ребенка либо семью с учета. Путешествуют по учетным семьям члены комиссии регулярно. Чтобы не принимать у себя дома таких гостей, нужно воспитывать в первую очередь себя. Отмечают специалисты. Потому что дети нас не слушают, они на нас смотрят. Татьяна Забродина, Евгений Шевченко, телерадио компания «Сигма» для НУР-24.